Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Жара, солнце, самое время что-то готовить на гриле. Шашлык — вещь, конечно, замечательная, но уже несколько поднадоела. Сочный стейк на углях — еще лучше, но нормальная труб для стейка стоит дорого, да еще не во всяком магазине его найдешь. Вчера в магазине увидел обалденные говяжьи ребрышки. И я вам доложу, что хорошо приготовлены говяжьи ребрышки — это просто чума, а стоит меж тем раза в три меньше, чем нормальный стейк. Смотрите, какое чудо! Попросил мясника в магазине распилить на короткие куски. В англоязычных странах такой труб так и называют — short ribs, то есть короткие ребра. Мяса очень много, есть жирок на поверхности. Готовится это труб, конечно, очень долго, но результат просто умодьешь. Чтобы теплота внутрь кусков быстрее приходила, разделю этот отруб на части, как раз по размеру ребра. Получится один кусочек, одна порция — это одно ребро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока возился и уголь скочегарился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще-то ребра у меня в течение всего сегодняшнего дня будут готовиться на непрямую жару, но для начала я косточку все-таки прогрею на прямом. Это быстро. Затем переверну жиром вниз и подполю. И только затем уже уберу ребра в зону непрямого жара и начну их томить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые 20-30 минут ребра будут готовиться с дымком. Я фольгу дубовую щепу запечатал. Затем дым кончится, и я периодически буду куски обрабатывать с сидром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравятся ребрышки с таким, знаете, легким яблочным привкусом. Можно, конечно, яблочный сок использовать, но на мой вкус яблочный сок слишком сладкий. В принципе, вы вообще можете выбирать на свой вкус напитки, так сказать. Можно пиво использовать, можно вино. Кому что нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрабатывать сидром куски нужно примерно каждые 20-30 минут. Общее время запекания ребер примерно 1,5-2 часа. Время такое размытое указываю, потому что все зависит от размера куска мяса, ну, вернее, от толщины мяса на ребрах. После часового запекания ребра нужно будет отправить в форму с овощами и залить сидром. И запечатать, конечно. Чтобы получить классный соус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Час прошел, пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще часик надо подождать. Потерпим, что делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Демиглаз сюда и перемешать. Буквально 5 минут. Кстати, именно на этом этапе нужно соус и выправлять на вкус. Пробовать его и проверять на сахар, соль, кислоту. Ну, все зависит от того, какой именно напиток вы использовали. Если пиво, то, понятно, там кислоты никакой нет, поэтому это надо исправить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, к Кусману тащить. Мммм. Вот обожаю так приготовленную говядину, говяжьи ребрышки. Из вот этого длительного тушения в пару, а перед этим с дымком, она очень такая получается классная. И говядина, в принципе, вкусное мясо, насыщенное, яркое. Ну, тут такая штука. Давайте сделаем сэндвич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой, знаете ли, простецкий, с салатом айсберг, с этим классным соусом, с мясом и с хлебом. Слушайте, ну, здорово. Что сказать? Здорово, классно. И достаточно просто. Да, ждать-то ходится долго, пока он все приготовится. Но ничего вертеть, особенно там, не нужно корячиться. Никаких особенных, никакого внимания особенного не требует. И соус, может, даже без домигляса готовить. Хотя на канале есть рецепт домигляса. Я показывал, но хранится у меня в холодильнике. Ну, даже и без домигляса будет хорош соус. Только, может быть, немножко больше, может быть, яркость ему добавить, чем-нибудь там сахаром, коричневым, например, или медом. Каким-нибудь, может быть, уксусом винным, хорошим, или вообще бальзамиком. Короче, сообразите. Ладно, я буду есть. Доведать за кадром. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»